Всем привет! Это 16-й урок курса по платформе Roborace. В этом уроке мы реализуем движение машинки по линии, поговорим о том, как выполнять калибровку бампера, а также узнаем о дополнительных функциях для работы с ним. Пришло время научить наш автомобиль двигаться по трассе. Пока что мы сделаем это одним из самых простых способов, но через несколько уроков вернемся к данной задаче. Давайте познакомимся с несколькими очень полезными функциями, которые мы не раз будем использовать далее. До этого момента мы использовали функцию получения аналоговых значений с датчика линии. Но есть еще одна функция, GetLineDigital, которая позволяет сразу понять, есть ли линия по датчикам или нет. Бампер сам проанализирует данные и вернет нам значение True, если линия есть, и False, если линии нет. Использовать эту функцию можно, например, так. Если под пятым датчиком есть линия, то и равно True. После загрузки скетча, содержащего эту функцию, необходимо выполнить калибровку бампера. Ведь даже оттенок или цвет линий может быть разным. И бампер не знает, какие получаемые с его датчиков значения интерпретировать как линию, а какие как фон. Для того, чтобы откалибровать бампер, поместите его над линией таким образом, чтобы все датчики находились над линией. Нажмите кнопку «Калибровка». После поместите бампер таким образом, чтобы все датчики находились над фоном. Нажмите кнопку «Калибровка». При успешной калибровке загорится зеленая подсветка. В случае неудачи она несколько раз моргнет. После калибровки можете поставить машинку на линию и посмотреть на зеленые светодиоды. Они будут обозначать датчики, которые зафиксировали линию. Калибровку нужно производить, если сменился цвет линий трассы или фона, или если существенно изменилась освещенность в комнате. Бампер запоминает откалиброванное состояние. Это означает, что при очередном включении машинки или при загрузке нового кода в нее, повторная калибровка не требуется, кроме случаев, описанных выше. Давайте реализуем движение машинки по линии. Это можно сделать несколькими способами. Рассмотрим один из самых простых в понимании. В данном примере мы проверяем, под каким датчиком есть линия. В зависимости от отклонения линии от центра бампера, будем увеличивать или уменьшать скорость вращения каждого из колес. Здесь важно то, что чем больше отклонения, тем больше корректировка скорости. Теперь машинка может ехать как по прямой, так и по извилистой трассе. Можете поэкспериментировать со скоростью движения. Также, возможно, у вас есть идея другого алгоритма управления. Попробуйте реализовать ее. Вариантов решения данной задачи довольно много, и мы уверены, что вы сможете решить эту задачу и другими способами. Давайте поговорим о новых функциях, которые позволят еще удобнее работать с машинкой. Со следующей функцией мы уже знакомы из урока о подключении библиотек. Однако, мы можем добавить еще одно условие. Условие остановки. И тогда машинка самостоятельно остановится. В этом случае нам не нужно будет давать команду на это в скетче, так как модуль сам запомнит, когда нужно остановить вращение колеса. Давайте посмотрим синтаксис. Первые два параметра обязательны, и мы их уже указывали. Это скорость в процентах от максимальной и тип указания скорости. В контексте наших уроков это мод PWM. Далее можно добавить еще два параметра. Время в секундах до остановки и тип указанного значения. То есть, мод сек указывает, что остановка производится по времени. Такая строка кода позволит запустить мотор на скорости 60% и остановить его через 2 секунды. Дополнительное задание. Реализуйте движение машинки с помощью GetLineDigital. Пусть движение производится с разной скоростью, а также производится периодическая остановка по времени. Одно из классических заданий на соревнованиях машинок, движущихся по линии, инвертирование цвета трассы. То есть, линия становится белой, а фон черным. На обратной стороне вашей трассы есть такой участок. Сейчас он как раз нам пригодится для тренировок. Рассмотренный нами ранее алгоритм движения по линии в такой ситуации не сработает, если не внести некоторые изменения. Функция SetLineType устанавливает тип линии трассы. В качестве принимаемых значений можно указать, что трасса использует темную линию, и что трасса использует светлую линию, или изменить тип линии трассы на противоположный. Бампер умеет автоматически перестраиваться при инвертировании света. Нужно только задать условия, при котором это будет происходить. Конечная реализация будет выглядеть так. Здесь мы с помощью функции GetLineSum определяем, сколько всего датчиков фиксирует линию. Если их будет 5 и более, то это означает, что большая часть датчика находится над линией, и, вероятно, цвет линии и фона поменялись местами. В этом случае меняем тип линии трассы с помощью рассмотренной выше функции. Поставьте машинку на трассу и перемещайте ее вдоль линии, обращая внимание на зеленые светодиоды. Они сигнализируют о фиксировании линии каждым конкретным датчиком бампера. Изначально горят только центральные светодиоды датчиков, которые фиксируют линию. При въезде на инвертированный участок на мгновение светодиоды вспыхивают, они начали фиксировать фон как линию, но тут срабатывает наше условие, происходит инвертирование линии, и вновь горят только центральные светодиоды. Теперь за линию принимается белый цвет, а за фон черный. Дополнительное задание. Реализуйте полноценное движение машинки по трассе с инвертированной линией. Как вы уже, наверное, заметили, на бампере установлены поворотники. Они могут работать как в автоматическом режиме, указывая направление, в котором поворачивает машинка, так и вручном, включаться и выключаться при соответствующей команде. Функция Set Turn Signal указывает режим работы поворотников бампера. Доступны варианты. Поворотники отключены. Мигает левый поворотник. Мигает правый поворотник. Поворотники работают в режиме аварийного сигнала. Поворотники работают в режиме полицейской сирены. И поворотники работают в автоматическом режиме. Можно использовать функцию, например, следующим образом. Здесь поворотники будут работать автоматически при движении машинки по линии. Дополнительное задание. Добавьте в скетч движение машинки по линии управление поворотниками. Попробуйте как автоматический, так и ручной режим. Субтитры подогнал «Симон»